Музыка На ваших экранах программа «Культ-туризм» и я, ее ведущая, Ангелина Рязанцева. И мы вновь отправляемся в путешествие по культурному Курску. Музыка Русский камерный оркестр давно обокатил сокровищницу музыкальной жизни не только нашего города, но и всего мира. Сергей Проскурин раскрыл секрет, как убедить слушателей, что классическая музыка может быть интересной. С помощью виртуозной игры и создания старинной атмосферы, в которой творили бессмертные произведения Бах и Моцарт. Его легкий взмах руки способен вдохнуть жизнь в лесенку нотного листа, а энергии столько, что заряжается весь зал. Маэстро Проскурин – сердце русского камерного оркестра, история которого началась в декабре 2001 года. У меня появилась идея создать маленький гибкий оркестр, который мог бы гастролировать, который мог бы выступать в школах, который был бы очень мобильным, очень гибким, с которым можно было легко гастролировать и не только в России, но и выезжать за рубеж. Спустя несколько лет оркестр получил статус университетского. Проскурин стал преподавать студентам, открыл еще несколько коллективов. Но русский камерный – это особая страница в истории музыкального курска, да и биографии маэстро. Есть некоторые преданные люди нашему делу, я их хочу назвать. Это Сергей Павлович Сорокин, это концертмейстер группы Виланчили, который во всем мне помогает. Это его супруга Ирина Сорокина, которая с нами работает, которая выступает. Лада Верьянова, Карина Проскурина, концертмейстер нашего оркестра. Оркестр богат на проекты. С легкой руки маэстро Проскурина между КГУ и Московской государственной консерваторией ежегодно вырастает мост дружбы. Русский камерный работает с Международным благотворительным фондом Спивакова, а у курских студентов и школьников есть возможность солировать на ежегодном концерте. В планах взяться за настоящую народную культуру, исконно курскую. Это оркестр, в котором очень приятно работать благодаря трём аспектам. Это профессионализм, высший профессионализм всех музыкантов, которые здесь работают. Это очень талантливый дирижёр, который очень много знает и очень много нам даёт. И прежде всего, третий аспект – это очень хорошая обстановка, очень тёплая и семейная обстановка в коллективе. Без этого ни один оркестр не будет звучать. Уникальность этого оркестра в сплаве опыта и молодости. Здесь работают великолепные профессионалы со стажем более 20 лет. И при этом они нам становятся как родители. Наши концертмейстеры групп, они относятся как мамы просто. С такой любовью и теплотой к нам они дают нам всё. И всегда стараются научить нас всему тому, что сами умеют. Одна из таких мам – концертмейстер оркестра Карина Проскурина, супруга дирижёра. И на работе, и дома отношения выстраиваются как по нотам. Мы научились отделять семейные проблемы, семейные заботы от работы. Я никогда не переносила какие-то замечания, которые он просит выполнять лично к себе, к своей персоне, к его жене. Это замечания дирижёра концертмейстера оркестра. А дома их всегда ждут любимые дети. И пусть они не мечтают сыграть сольную партию на сцене с мамой и папой, музыка сопровождает их всю жизнь. Так как, к сожалению, никто из них не занимается музыкой, наверное, одна из больших традиций, что мы очень много слушаем музыки. В этой семье вкусы практически совпадают, так что им не приходится спорить о том, какую ставить пластинку. А их, кстати, у Сергея Проскурина немало. Он коллекционирует винил. Самое хорошее – это смотреть, как родители аплодируют, как он дарит цветы и гордость за то, что у меня такие хорошие родители. Зато Арина сама не прочь блистать перед полным залом. Девочка и поёт, и танцует. Она, наверное, больше всего любит наши концерты. Более тонко их чувствует. Ну, может, потому что девочка. И сама готовит себя, наверное, к сцене вообще. А пока мама с дочкой хозяйничают на кухне, мужская половина семейства увлечённо занимается спортом. Папа нёс по эстафете Олимпийского огня. Для него была это большая честь. Как артисту нести такой знаменитый факел. Дома и шахматные турниры, в которых мальчики надеются однажды обыграть отца. И кикбоксинг. А ещё Сергей Георгиевич учит ребят разбирать ружья. Вот подрастут и поедут с папой на охоту. Есть у семьи Проскуриных и другое общее увлечение – путешествия. У нас хобби, страсть к путешествиям. И путешествия у нас бывают очень длинные. К примеру, мы любим путешествовать на машине. Мы проезжаем разные леса. Леса, они красивые, сосны, берёзы, дуб. Очень разные животные встречаются на дороге. Или даже когда мы уезжаем в Швецию, в горы, видели мы там очень много оленей, которые не боятся и могут просто выйти на дорогу и пройти рядом с машиной. Мне нравится больше всего на корабле, потому что мы можем там поесть вкусными сладостями и больше всего салата. В путешествии фотоаппаратами вооружается вся семья, чтобы запечатлеть как можно больше счастливых минут, проведённых вместе. Стоит только взглянуть на их лица, блеск глаз и искренние улыбки, и становится понятно, откуда в Проскуриных столько творческих сил и вдохновения. Сергей Проскурин всегда радует своих поклонников оригинальными интерпретациями, а секрет кроется в его давней любви к преданиям старины глубокой. Когда начинаешь соприкасаться с этим, с старыми какими-то партитурами, со старыми первоисточниками, которые были написаны в 17-18 веке, начинаешь расширять себя, понимать и начинаешь догадываться, что можно между строчек в этом романе, в этой партитуре найти. Чтобы проникнуться атмосферой старинной музыки, нужно играть на инструментах той эпохи, уверен маэстро, и собрал целую коллекцию. Особенно дорога Проскуриная труба 18 века. На ней Сергей Георгиевич играл в оркестре, состоявшем сплошь из обладателей подобных раритетов. А этот инструмент в начале прошлого века блистал на сцене парижской оперы. Это труба французской фирмы, французских мастеров, на которой в 1812 году играли музыканты наполеоновской армии. И вот даже на ней есть то, в каком году она была приготовлена, какими мастерами. Первая модель металлического кларнета, созданного в Америке. И скрипка, которой уже 175 лет. Это коле-мазе, это французский мастер. Совершенно уникальный инструмент, совершенно уникальным звуком. Поэтому на этом инструменте играет у нас в оркестре, играет концертмейстер нашего оркестра на этом инструменте. А струны этой лютни перебирал итальянский романтик, когда исполнял серенады под окнами возлюбленной. А рядом красавица Цитра. В моем музее будет очень большая выставка губных гармошек. У меня их около 50. Губные гармошки, которым более 100 лет. Вот, к примеру, эта гармошка 1900 года. Это трофейный инструмент, который был отобран. У пленника, у немецкого. Услышать симфонию или сюиту такой, какой она была в момент ее создания, когда-нибудь смогут и куряне. Есть у Сергея Проскурина мечта – собрать оркестр из аутентичных инструментов. А пока ему удалось возродить традицию старинных ассамблей в усадьбе Марьино. Сегодня Международный фестиваль классической музыки проходит ежегодно. Мы приглашаем выдающихся исполнителей из разных стран мира. Были из Японии исполнители, из Соединенных Штатов Америки, Швейцарии. Не буду перечислять, очень много было. Эстетика и просвещение русский камерный оркестр преуспел и в том, и в другом. Уже больше десяти лет они воспитывают своего слушателя и щедро делятся с ним богатством мировой классики.